Новогиреева Реутова Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто. На веленивой бумаге, черной тушью, рисуются две оси. Одна ось горизонтальная, а другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитые на производстве и до него, поскольку выпитые вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представлять интереса. Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом. В такой-то день выпито того-то, и столько-то, в другой – столько-то. А я черной тушью и на веленивой бумаге изображаю все это красивой диаграммою. Вот, полюбуйтесь, например, это линия комсомольца Виктора Татошкина. А это Алексей Блендяев, член КПСС 1936 года, потрепанный старый хрен. А вот уже это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников Птуца, автор поэмы «Москва-петушки». Ведь правда же интересные линии, даже для самого поверхностного взгляда. Интересные? Вот у одного – Гималайи, Тироль, Бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел. А у другого – предрассветный бриз на реке Ками, тихий всплеск и бисер в фонарной рябе. У третьего – биение гордого сердца, песня о буревестнике и девятый вал. И все это, если видеть только внешнюю форму линии, а тому, кто пытливей, ну вот мне, например. Эти линии выбалтывали все, что только можно выбалтать о человеке и о его человеческом сердце, все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные, и степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны. Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор, но не очень долго рассматривал. В один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось, это старая шпала Алексей Блендяев, член КПСС 1936 года, в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быту такими же, как на производстве, и с дуру или с пьяну. Он в тот же конверт вложил мои индивидуальные графики. Я как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже получили пакет, схватились за голову, выпили, и в тот же день въехали на москвиче в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? А они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика. Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено. Моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие свершилось ровно через 30 дней после Вознесения. Один только месяц от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали. А на мое место назначили Алексея Блендяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС 1936 года. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу и попросил у них рубь. Они ему рубь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рубь. Они ему не дали. Попили красного вина, сели в свой москвич и уехали обратно. И вот, я торжественно объявляю, до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу. И снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да, на каждую ступеньку лестницы по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовскую мордую. Без страха и упрека. Надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я не такой. Как бы то ни было, меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебиравшего души своих людей, меня снизу сочли штрихбрехером и коллаборационистом, а сверху лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. Верхи не могли, а низы не хотели. Что это предвещает? Знатоки истинной философии истории. Совершенно верно. Ближайший же аванс, меня будут пиздить по законам добра и красоты. А ближайший аванс послезавтра, а значит послезавтра, меня измудохают. Фу! Кто сказал фу? Это вы ангелы сказали фу? Да, это мы сказали. Фу, Веня, как ты ругаешься. Да как же посудить и сами, как же не ругаться? Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого-то не сказать, чтобы очень просыхал. Но во всяком случае, я хотя бы запоминал, что я пью и в какой последовательности. А теперь и этого не могу упомнить. У меня все полосами. Все в жизни как-то полосами. То не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней, потом опять 4 дня не пью, а потом опять 6 месяцев пью без единого роздыха. Вот и теперь. Мы понимаем. Мы все понимаем. Тебя оскорбили. И твое прекрасное сердце. Да, да. В тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком, как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата. Долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот. Сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило. Тебя обидели. Тебя сравняли с говном. Пади, Венечка, и напейся. Встань и пойди напейся, как сука. Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок, он брюзжал и упорствовал. Ты не встанешь, Ерофеев. Ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь. А сердце продолжало на это. Ну ладно, Венечка, ладно, много пить не надо. Не надо напиваться, как сука. А выпей 400 грамм и завязывай. Никаких грамм, отчеканил рассудок. Если уж без этого нельзя, пойди выпей три кружки пива. О граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь. А сердце заныло. Ну хоть 200 грамм. Ну. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...